Задержки авиарейсов. Еще одна тема, актуальная в сезон массовых отпусков. Самая острая ситуация с чартерными перевозчиками. Росавиация начала этим летом в ежедневном режиме отслеживать сбои в расписании. Сводки свидетельствуют. В августе по сравнению с июнем и июлем ситуация улучшилась. Самолеты сейчас задерживают на часы, а не на сутки. Репортаж Александра Евстигнеева. Мы сейчас будем в оборот здесь не падать. Вызывайте скорую, чтобы здесь реанимация стояла. Им бы в небо, но перевозчик самолета не дал. Задерживает рейс. Здесь на 18 часов. Компания ВИМ-Авиа. Абсолютный лидер. Сто с лишним опозданий за июнь и июль. Представите, у нас не вышли, извините. Вы представляете, он нас даже в день не считает. Задержка рейса. Этим летом на всех экранах в аэропортах. Авиакомпании словно соревнуются. Хуже, дольше, наглее. Айфлай вынуждает пассажиров сидеть в аэропорту 49 часов, 44 часа. Постоянно переносят время вылета. Икар, Азур, Нордвинд, Редвинкс. Страдают сотни тысяч туристов. Сэкономили на чартере. Стоимость нашего отпуска сейчас возросла на 50% от первоначально планируемой. Конечно, не очень приятно. Он планировал отпуск заранее. Море, Карибы, девушка. Забронировал отель. Но авиакомпания не просто сдвинула рейс. Вообще отменила. И пошел он за новыми билетами. Очень хочется поехать в отпуск. И он всего лишь раз в год бывает. Для этого перезаключили договор. На текущий момент доплатили за тур еще 40 тысяч рублей. Кроме того, неизвестно, что мне еще придется потратить на это. Потому что летим другой авиакомпанией. Будет ли отменен, не отменен чартер, перенесен с задержками. Гарантий нет. Авиакомпании перегружены. Люди стали больше летать. По России на 20% за границу на 40% по сравнению с прошлым годом. Данные Росавиации. Еще и Турцию снова открыли. Туда просто очередь. И перевозчики включают режим самоуверенности. Авиакомпании набирают заказов, которые не могут обеспечить. Они просто идут на вось. Не берется в расчет, что могут быть какие-то поломки воздушного судна. Могут быть какие-то отказы. Обязательно какое-то обслуживание. Вышел из строя один самолет. Рушится все расписание. У чартерных перевозчиков, как правило, всего из десяток воздушных судов. Больше содержать невыгодно ради трех пиковых летних месяцев. Заменить проблемный борт просто нечем. Зато чартеры – это дешево. Особенно, если летит большая семья. А маршруты, каких нет на регулярных линиях. Не пускай, не пускай. Не пускай, не пускай. Бессмысленно и беспощадно. Очередная задержка рейса. Разгневанные пассажиры перекрыли выход на посадку всем остальным. Кроме охраны и сотрудников аэропорта. Верх логики. У сотрудника компании стальные нервы. У пассажиров раскаленные. Им теперь выбивать компенсацию. Да, перевозчик обязан заплатить согласно воздушному кодексу. Но только через суд. За каждый час задержки рейса авиакомпания должна выплатить пассажиру компенсацию 25 рублей. То есть достаточно долгое ожидание. Например, 4 часа, бессонная ночь в аэропорту – 100 рублей. Затраты на весь самолет, если летит 100 пассажиров, в таком случае составят всего 10 тысяч. Ну и плюс бутылочка питьевой воды каждому. И все же, если рейс задерживают на 2 часа и больше, пассажиру положена вода, 2 телефонных звонка или доступ к электронной почте. Свыше 4 часов – горячее питание. Задержка больше 8 часов – гостиница. С чужими людьми селить не имеют права. Она выпучила на меня глаза и сказала, что почему я должна вам что-то давать. Нет, я вам ничего не дам. Мы в холле, в общем, где ресепшн, спали на диванчиках на этих кожаных, как беженцы какие-то. И, в общем, было жутко, конечно. Чартерные перевозчики идут на хитрость. И Дарья столкнулась с ней. В договоре прописывается не конкретное время рейса, а число, когда самолет вылетит. Если изменение времени вылета чартерного рейса происходит в рамках одних суток, указанных в договоре, то никаких прав на выплаты компенсации турист не имеет, если иное не предусмотрено в договоре. Выходит, авиаперевозчики просто не боятся ответственности. Поэтому все чаще штрафы для них предлагают повысить в разы. Ужесточить санкции, ведь страдают и турфирмы. Чартеры обычно включены в путевку. Срывает рейс авиакомпания, а продлевать гостиницу, требовать компенсацию, люди идут к туроператорам. Если туроператор недоволен поведением своего партнера, он может дальше подать на него в суд. Но понятно, что это исключительно такие теоретические рассуждения, потому что при том дефиците перевозки, который существует, конечно, ни один туроператор не будет настолько портить отношения с потенциальным поставщиком авиауслуги. Минтранс и Росавиация ситуацию никак не прокомментировали. Лишь ежедневно публикуют на сайте списки авиакомпаний-нарушителей расписания. Хотя на пике задержек рейсов обещали жестче наказывать. Предлагали объединяться. У одной компании проблемы, другая спешит на помощь. В летний период все самолеты будут востребованы, буквально каждый борт будет наперечет. И поэтому в тот момент, когда у подавляющего большинства авиакомпаний уже законтрактованы цепочки рейсов, найти свободное воздушное судно для выполнения обязательств проблемного перевозчика практически невозможно. Минтранс пошел на беспрецедентные меры. Разрешил иностранным перевозчикам выручать застрявших россиян. Отечественные авиаторы ахнули, деньги уходят. Аналитики считают, в следующем году ситуация с задержкой чартеров отрегулируется просто по законам рынка. Но в этом августе, говорят знатоки, не время расслабляться. Пик сезона еще впереди. Желательно денежки не тратить все до конца отпуска, чтобы у вас были деньги на случай непредвиденной задержки в другом государстве на отдыхе или в аэропорту в России. Александр Евстигнеев, Наталья Голуб, Валерий Жичкин, Артем Тихонов, Виталий Аниканов. Первый канал.